Привет, это снова я, узнали? Долбанная жара. Это просто невозможно. У нас всё жарче и жарче, и уже за 30. И, блядь, так душно. Единственное, что могу пить, это липтон черничный и есть, кстати, тоже. Мне кажется, я скоро исчезну. Красить лицо днём просто невозможно, меня искусали какие-то мошки. Поэтому, в общем, всё как надо. Я в прыщах, ненакращенная, с плечевыми бровями, потная. Любите меня такая, какая я есть. Нежданная радость. Моя подруга Лена поехала в Белоруссию. Я ей сказала, ну, привези мне чего-нибудь. Она говорит, хорошо. И вчера она приехала ко мне в гости. И кроме, я не знаю, наверное, целого рынка детских вещей, и вещей мне и Мишеньке, она привезла кое-что. Кое-что – это коробка, наполненная всякой белорусской косметикой. Причём я ей поскидывала перед этим ссылки на какие-то лучшие товары, которые рекомендуют и так далее. И, в общем, практически все они здесь есть. Лена, ты сумасшедшая, но тебе огромное спасибо. Поэтому, да, спонсор моего сегодняшнего видео и дальнейших мягких рук, ног, жоп и глаз – Елена. Спасибо, милая, люблю. Рассказываю быстро, что она мне привезла, потому что я ещё ничего не пробовала. Кучу вот таких вот масок. Всё под руками, не содержит парабенов, не требует дополнительного увлажнения, фармацевтическое качество. Тут, типа, прям целый набор. Надо почитать, в общем, и заморочиться. То есть тут прям несколько этапов. Достать маску, достать салфетку, достать салфетку 4. Тут для очистки, для очистки рук. В общем, короче, типа, берись с собой, пользуйся, и будет тебе счастье. Такая же есть, значит, с коллагеновая, с персиком. И коллагеновая восстанавливающая. Фитокислород целебные травы. И активный кислород фукус. Всё 30+. Собственно, как и я. Женщина 30+. Идём дальше. Нордик Флора. Крем масла для рук с маслом ши, маслом кокоса, маслом кедровых орехов, экстрактом арктического хлопка и экстрактом вереска. Вот такое в красивой упаковке. Открою, понюхаю. Не понюхаю. Ай, ладно, вскрою. Ой, пахнет приятненько. Очень надеюсь, что оно будет клёвое, потому что вот оно было в лучших средствах белорусской косметики. Из этой же серии. Крем масла для ног. Тоже с ши и так далее. Ой, смешно. Тут птичка, тут рыбка. Замечательная упаковка. Прям чудесная. Мне кажется, если вы хотите кому-то сделать приятный недорогой подарок, вот такие вот серии чудно. Они выглядят практически так же хорошо, как моя любимая Натура Сиберика. Crazy Death, Crazy Animal. Далее. Серия целая, состоящая из... Пока я нашла 4 упаковки, но вдруг будет ещё что-то покажу. Значит, капельный гель-стартер для лица. Как будто прям корейская косметика. И прям даже написано Korean Beauty. Интересно. Маска Эксфолиант для лица с природной глиной. Ночная маска Комфорт для лица несмываемая. И Экспресс Эмульсия для лица. Буду пробовать, наверное, прям сразу всё с копом, и потом вы меня хрен узнаете, потому что выглядите... Буду очень молода и красива. Далее. Маска для лица. Белита Косметикс. Мюсли и соевое молочко. Nice Selfie. Как раз, в общем, короче, да. Буду пилить салфачи, поэтому увлажнённая. Дальше. Блеск и питание с органовым маслом. Битекс. Бальзам Сияния для всех типов волос. Лёгкость без утяжеления. Вот такая вот байда. Я люблю гигантские упаковки. Это шампунь Сияния. В общем, короче, это типа серия. Мои волосы, значит, тоже будут хороши, если они все не выпадут от стресса. Потому что сейчас что-то... Такой волосопад. Я нервничаю много, и у меня лезут волосы. Я не знаю, что с этим делать. Потому что вот купила я витамины. Не Алирану, которая помогала мне всегда. Алирана не было её в аптеке. Купила я... В общем, какие-то другие витамины для волос. Они нихрена не помогают. Ладно. Дальше. Маска Аминопластика. Аминопластика. Ёп, твою мать, Белита. Для укрепления, уплотнения и утолщения волос. У меня будет огромный толстый волос. Дальше. Тоже с этой рыбкой смешной. Крем для ног с кедровым маслом. 0% отдушек, красителей глицерина, силиконов и минеральных масел. Это говорят хорошо. Дальше. Супер питание. Органа и миндаль. Крем-баттер для тела с ценнейшими маслами. Интенсивно питает и укрепляет. Дарит непревзойденную мягкость. Это, наверное, тоже Белита, да? Не могу найти никак... Не могу найти никак производителя. В общем, вот так выглядит тоже гигантская байда. Буду ей пользоваться. Дальше. Два крема для ног. Нет, никогда. Крем для стоп против сухости трещин и мозолей. Бла-бла-бла предотвращают. В общем, для лета самое то, потому что ноги мои разбиты и сейчас просто в усмерть хожу босиком. Пилинг кислотный для размягчения загрубевшей кожи стоп. О, я прямо сейчас попробую. Сэкономлю на педикюре. Почему бы и нет? Проведу эксперимент. Дальше. Она не могла выбрать, какой хайлайтер я хочу, поэтому купила три. Спасибо. Молодец. Делай так всегда. Хайлайтер жидкий, без парабенов и отдушки Reluie Pro. Более светлый и более такой загорелый. Мне они понравились оба. Я их вчера нанесла на руку и было мне здорово, потому что они достаточно приятные. Плюс о них очень хорошие отзывы были всегда. Я вот хотела попробовать, но все, что-то ко мне было не досуг. И если их хорошенько, в общем, разбодяжить и разнести по лицу, очень будет мяг... Ай, чё я? Нанесу, пожалуй, прямо на грязное лицо себе, где наша не пропадала. В общем, получается очень мягкое сияние дневное. И это чудесно для лета. Ты так типа идешь, тыры-пыры, немножко влажненькое. Хотя, в общем, сейчас у меня и так лицо влажное от пота. Еще один хайлайтер. Люкс Визаж Liquid Luminizer Glow Touch. Он чуть более плотный, но у него такое же очень ненавязчивое, мягкое сияние без этих всяких вот... Вот я такая чуть-чуть вспотела в районе глаз. Красотища неимоверная. Стоит, я надеюсь, по крайней мере, по моей информации, недорого. Но вот сияние у них ничуть не хуже, чем у... Сейчас даже покажу, я тут рядышком стою. Ничуть не хуже, чем у... Или не покажу. У Benefit, в общем, есть хайлайтер, который называется... Нашла. High Beam. У меня вот маленькая упаковка, она жутко неудобная. Но, в общем, разницы, честно говоря, особой нет. А стоит он, ну, прям, скажем, в десятки, наверное, раз дороже, чем наши любимые белорусы производят. Значит, и последний из косметических штук. Фирма Lilo. Это какая-то новая фирма. Я видела только у Оли Редотом на нее обзор. И меня удивила вот эта вот штука. Это подводка. Матовая, черная. С вот такой вот штукой. Вы видите? Это колесо. Это колесо было, кажется, в коллекции MAC. Когда-то я хотела все попробовать. Но, опять же, пробовать и покупать MAC ради того, чтобы мне, может быть, не понравилось, я себе позволить не могу. Так вот. Мне кажется, что это должно быть очень удобно. И мне кажется, что даже... В общем, короче, вы сможете начертить себе стрелку, даже если у вас руки растут из жопы, как у меня. Она очень черная, она очень матовая, и это колесо не надо постоянно поправлять. То есть, вот оно прям... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь глаз! Я сейчас только что накрасила, и вот сейчас только у меня надо обновить цвет. Я очень надеюсь, что мне понравится, потому что, ну, идея отличная. Очень удобно держать ее в руке, очень удобное колесико. Потом расскажу, что получилось. И последнее. Две кисточки Luxe Visage. Они очень мягкие. Они пушистенькие. Это для тона, соответственно, это для пудры. Мне они очень понравились. При этом я заказала себе кисти BH Cosmetics из Америки. И по мягкости они ничуть не уступают. Возможно, даже вот эта чуть более мягкая, чем моя та, как будто бы профессиональная. Могу рекомендовать, в общем, да. Luxe Visage кисти. Класс. Класс. Пойду сейчас все это разберу. Пойду сейчас всем этим намажусь. И постепенно буду рассказывать, что как. И, надеюсь, вы увидите прямо на моем лице преображение, молодость, красоту, сияние, лакшери, фэшн, люкс, визаж. Всем пока. Идите купайтесь, если у вас есть где. Потому что меня не спасает даже душ. Пока я выхожу из душа и вытираюсь, я снова становлюсь вся мокрая. Потому что безумно жарко. Все. Пока.